Добрый вечер, еще раз, дорогие друзья! Мы сегодня с вами, к сожалению, не будем говорить о полплэнде, в рамках лекции, в рамках образовательной программы, но я надеюсь, что мы, прослушав лекцию, поговорив с вами, сможем полплэнда все-таки, в конце концов, вписать как-то в контекст современного пейзажа, подумать о его месте там, но еще потом, я надеюсь, через пару месяцев поговорить с вами про Арктику и Антарктику, про фотографов, которые снимали, кроме полплэнда, на протяжении истории фотографии, всякие льды и снега. А сегодня мы с вами говорим о современном пейзаже, вообще о современных проблемах, задачах пейзажной фотографии. И, ну, я назвала лекцию «Фотографический пейзаж и проблем в идеале», думаю тоже о полплэнде, о больших, огромных пространствах, о каких-то высоких идеях, о категориях прекрасного, героического и романтического. Надо сказать, что для современного пейзажа это тоже, эти категории, в общем-то, являются предметом осмысливания, но не только они. Современный пейзаж, конечно, настоящий актуальный проблемный современный пейзаж уже очень далеко ушел от просто фиксирования каких-то красот природы, зеленых лужаек, низкого горизонта, закатов над морем. То есть это все не, ну, да просто красивый вид как таковой, без какой-то идеи, вообще без размышления об изображении, об обществе, о политике, об экологии, об истории искусства, истории фотографии. Это, в общем, не тематика современного пейзажа. Сейчас мы поговорим о том, как это все, как к этому пришли современные фотографы и что происходит в современном пейзаже. Но начать я хочу с 19 века, не вообще с историей пейзажа, а как раз вот с таких вот огромных пространств, девственной, нетронутой, дикой природы, к которым часто обращаются любители прекрасного и вообще обычно в таком обыденном сознании, когда мы говорим про пейзаж, красивый пейзаж, настоящий пейзаж, люди обычно представляют вот что-то такое, не связанное с повседневным опытом, что-то огромное, ассоциирующееся с какими-то такими уж устоявшимися клише, да, какие-то горы прекрасные, столетние дубы, плывущие по нему облака, сияющие горные вершины, вот, ну, может быть, там туман какой-то над рекой. Вот, вот это вот все. Вот перед нами такой, так называемые топографы и путешественники американские середины 19 века, 60-х, 70-х годов 19 века, которые... Да, тут разные. Я отыграла трех самых известных, наверное, оставивших там прекрасные виды дикого американского запада, вот Карлтон Откинс, Тинтио Салливан и Питер Генри Джексон. 60-е и 70-е годы 19 века были для американского запада временем таких масштабных исследований страны, и вообще, когда ездило по стране много экспедиций топографических, этнографических, географических, вот это было бы время такого масштабного исследования, топографии, прокладывания железных дорог, изучения, разработки месторождения полезных ископаемых. И в такие экспедиции ездили фотографы, которые были обычно приписаны каким-то правительственным или коммерческим миссиям, вот, там, Тихоокеанской железной дороги, о ремонтском ручном пароходстве или управлению геологических изысканий Соединенных Штатов. Ну, кто знает о фотографии 19 века, да, я обычно, ну, сейчас я не буду на этом останавливаться, но я очень люблю говорить, отдавать дально уважение героическим фотографам 19 века, которые, снимая на стеклянные пластины при мокроколдионном процессе с большими тяжелыми камерами, ездили в совершенно неосвоенные, труднодоступные территории, куда им нужно было с собой возить до 200 килограмм громоздкого оборудования, стекла для негатива, больших камер, химикалии, мензурок, палаток, портативных лабораторий, и действительно это был такой огромный труд, труднопредставимый для современного фотографа, очень некомфортный, но при этом мы видим, что до нас дошло из 19 века много прекрасных видов, которые, хотя красоты, задача сделать что-то красивое в начинающее воображение не стояла перед фотографами 19 века, это действительно топография, это наиболее точное описание места, которое должно служить науке и служить исследованию территории. Но вот эта красота, опять все эти стереотипные вещи, гейзеры, водопады, дубы столетние, каньоны, деревья, скалы, темные провалы, ущелья, это не трогатая детственная природа, она просто сама по себе была в наличии, стояла перед глазами, и, конечно, фотографы, воспитанные традициями живописи и графики, они, конечно, думали о том, как их фотографии будут смотреться, они думали о разделении планов, о том, чтобы наилучший вид был показан с наилучшей точки зрения, но это не художественная фотография, это не прекрасный романтический пейзаж, это именно вот такая вот научная, писательная фотография. Обычно это американская дикая природа, видна через... Это все, да, это Калифорния, там Орегон, долина Ясенити, долина Яллоустоун, это все Большой каньон, это территории, многие из которых потом стали национальными парками, в том числе и благодаря усилиям фотографов, вот, и усилиям членов этих экспедиций, вот, ну и также территории предназначены для промышленного транспортного освоения. Да, вот часто такой дикий американский пейзаж виден через пропасть или ущелье, у него часто нет переднего плана, то есть сразу как бы вот такой вид через провал, то есть природа, которая... Так, обратно, сейчас, которая еще не освоена, но она не враждебна, она должна покориться человеку, она должна быть упорядочена, описана и освоена. Тут такой взгляд фотографа отстранен, людей здесь обычно, как правило, нет, хотя иногда уже приметы человеческой деятельности тут присутствуют, там какие-нибудь железные дороги, поезда, вот люди для масштаба иногда поставлены, но это еще такой принципиально безлюдный пейзаж, восхищение, топография, отстраненный взгляд, но он не подразумевает никакого конфликта. Вот. Ну вот с этого обычно всегда начинают разговоры современной фотографии с 19 века, именно с вот этих вот американских исследователей, которые как бы тут нам такое двойное взгляд демонстрируют, вернее, двумя посылами смотрят на эти пейзажи современный зритель. С одной стороны, это документальный пейзаж, не художественный, с другой стороны, это прекрасный пейзаж, прекрасный романтический, героический пейзаж в общепринятом понимании, в таком, как я бы все время повторяю это слово, в абуатистском понимании, в представлении, в традиционном стереотипном представлении о прекрасном. Вот. Еще у нас, конечно, в разговоре о пейзаже обязательно всплывет имя Анселя Адамса, тоже любимого вообще многими американского фотографа, любимого фотографа всех пейзажистов, всех, кто любит фотографический пейзаж, всех, кто рано или поздно обращается к фотографическому пейзажу. Вот. Ансель Адамс – это небольшой авторитет и фигура, которая всегда напоминается в разговоре о пейзажной фотографии. Вы знаете Ансель Адамса? Нет. Кто-то, очевидно, знает, кто это. Ну, вот, да, кто не знает, как бы знаете, что это действительно прямо вот, ну, один из величайших мастеров фотографии и защитник дикой природы. Не только фотограф, но и экологический активист Ансель Адамс, то есть человек такой, озабоченный сохранением великого природного наследия, великих природных памятников. Вот так же, как и Копланд. Кстати, тут уже можно Копланд, и всегда можно вспоминать, когда мы говорим о фотографах, которые рассматривают свою деятельность еще как некую миссию по пропаганде и сохранению некоего наследия. Ансель Адамс сформировал свое творческое кредо к концу 20-х годов. Самый продуктивный его период – 40-е годы. Это время создания его классических фотографий, всем известных, и разработки его знаменитого технического метода и творческого метода. И большой интерес, такой и наибольший свой авторитет, Ансель Адамс уже завоевал интерес к своим старым работам в конце 60-х, 70-х годов. Территории, которые снимает Ансель Адамс снимал, это тот же самый дикий американский запад, Сьера-Невада, Большой каньон и особенно Толлина-Ясенити. А в Калифорнии – это опять вот эти вот величественные водопады, гейзеры, горячие источники, сияющие горные вершины, вот эта вот вся красота. Адамс разработал в 40-е годы свою знаменитую зонную систему, но кто-то о ней, наверное, знает, кто-то не знает, это такая сложная система последовательных серий проявки и печати, но еще на стадии дофотографирования Ансель Адамс придумал разделять все последовательно снимаемый вид на зоны, на 11 зон по шкале от белого к черного в соответствии с уровнями тональности. Но я, как не специалист, я это очень трудно смогу это как-то объяснить. Но, в общем-то, на самом деле, для тех, кому эта система не была нужна, для тех это был такой камень на шее, в общем-то, мало кто мог с этим справиться, Адамс вообще был очень подкован в химии фотографических процессов и на печатных технологиях. То есть это такая техника, позволяющая переводить видимый свет в систему плотности на негативе и бумаге, которая давала фотографу больше контроля на изображение. В каждой вот этой зоне измеряются отдельные показания экспонометра и потом вот путем снили. При проявке печати с фотограф получал заранее предопределенную структуру тонов. То есть объективно фотографии Адамса не были как бы реалистичными. Он мог усиливать контрасты, он мог делать там небо чернее, снега берее. Вот. В зависимости от настроения, которое он хотел передать, в зависимости от идей, которые он хотел визуализировать. Вообще про Адамс существует такая история, когда он еще был юношей и определял свой творческий метод. Однажды он стоял на скале и испытывал воодушевление и душевный подъем в виде прекрасный расстилающийся передний пейзаж. И он понял, что надо... Ну, то есть, когда он снял его и проявил, напечатал фотографию, он понял, что итоговый результат не передает его эмоции. И он понял, что надо снимать через красный фильтр, чтобы небо было черным. Ам, не сиял. Вот. И вот эта вот его зонная система действительно позволила ему создавать эмоционально насыщенные изображения, которые, как он говорил, осветление и затемнение, шаги, которые приходится предпринимать, чтобы исправить ошибки, сделанные Богом в соотношении тонов. Вот. То есть, настоящая реальность не удовлетворяя Адамса, он обращался, да, вот, к такому... Рассматривал пейзаж не как место, а как событие, представляя не столько какие-то объективную реальность, сколько героические мысли по поводу вот прекрасного американского, американской природы, американского духа и американских ценностей. Действительно, чем дальше, тем больше такого рода пейзаж рассматривался и самим Адамсом, и зрителями, как, ну, ценности, которыми мы все обладаем, американский дух, американская демократия и обещание лучшего будущего, особенно в начале сроковых годов, во время войны, Адамс не был призван в армию, но он служил своими пейзажами, вот, великим идеем защиты демократии, как это ни странно. И во время Холодной войны тоже пейзажи Адамса ассоциировались с вот таким вот настоящим американским духом, прекрасной девственной природой и природной силой. Ну, и попутно Адамс всю жизнь действительно был, как я уже сказала, природоохран, активистом, он выступал за сохранение и приумножение национального наследия, национальных парков. И к 60-м годам Адамс вместе со своими фотографиями, вместе со своими вот этими пропагандой сохранения природных ценностей он стал большим авторитетом вообще по всему вопросу. Он часто участвовал в разных телевизионных ток-шоу, его мнения спрашивали там конгрессмены, президенты, и Адамс действительно был авторитетной фигурой вообще, таким духовным авторитетом американской нации. Это я все рассказываю про Адамса и показываю на фоне его прекрасных пейзажей, чтобы еще раз подтвердить, насколько здесь пейзаж нагружен идеологией и действительно абсолютно недокументальным, в отличие от топографов 19 века, которых мы с вами только что видели. Это действительно такой героический пейзаж, это возвышенный пейзаж, это эмоциональный пейзаж, который оперирует, не обращается не с фактами, а с идеями. Адамс, конечно, был бесспорным замечательным техническим специалистом, как я уже сказала, виртуозным мастером различных технологий печати и действительно сознательно давал высокое большое место качеству печати, вообще качеству презентации и занимался в частности рекламой. Говорил, что лучше не зазорно печатать мои фотографии где-то на сувенирной продукции, на банках с кофе, лучше пусть это будут мои качественные фотографии, чем какие-либо еще. Любая прекрасная фотография, если она делает свое дело, она заслуживает какое-то печало. Вот. Ой. Что случилось? Боже, сейчас, подождите, надеюсь, сейчас ничего не случилось, сейчас я все исправлю, вот, все хорошо. Нет. Только не... Нет? Да, у меня все хорошо. У меня все показывает. я уже ничего не трогала вообще. Так, ну вот. в каком месте и почему он мог отскочить, вы видели, я не двигалась совершенно, я ничего... Ну ладно, это, видимо, какое-то влияние до Луны. нет, давайте пока у нас, да, пока мы живем специалисты, давайте поговорим. Вам нравится отсылатность? Да, А где русские девушки и фотографы? Русские фотографы. Ну, у нас сегодня будет один русский фотограф, но вообще моя задача не показать, да, не рассказать вам историю пейзажа, а рассказать о категории возвышенного и рассказать о вообще современных пейзажных проблемах. но сейчас мы посмотрим и на голландских и на немецких по-другому. Так, все хорошо у нас. Дело не в том, кто, какой национальности, дело в том, какие процессы происходят, да, вот в середине 70-х годов, когда как раз популярность Алса Лядонса была высока и вообще и его коллег, и в Америке, и во всем мире, которые обращались вот к такому прекрасному идеологически заряженному эмоциональному пейзажу, который представлял, вот еще один такой важный момент, представлял что-то не связанное с человеческим опытом, да, не связанное с повседневным человеческим опытом. Обычно, когда человек смотрит на такой пейзаж, он представляет, ну, носится куда-то выше сферы, в какие-то недоступные ему места, вот, мы не живем, да, вот, в большом каньоре, в каньоне Съерниваде мы не не видим из окна вот этих прекрасных величественных горных вершин, вот, это тоже работает на, ну, не знаю, стереотип романтического восприятия, то есть пейзаж должен быть вот таким, пейзаж должен нам представлять что-то такое большое и возвышенное. и вот в 75-м году произошло важное событие, к сожалению, тоже в Америке, вот, но событие, повлиявшее на всю историю, дальнейшую историю фотографии, и это отголоски это событие слышали до сих пор, и многие современные пейзажисты, современные фотографы к этому событию все время возвращаются и вспоминают как некую точку отсчета выставка. Новая топография «Пейзаж, измененный человеком» в 75-м году прошла в музее фотографий Джорджа Истмана в Ротчестере, штаб Нью-Йорк. Куратором выставки был Уильям Дженкинс, и в ней участвовало 10 фотографов. Вот они. все из них тоже были американцами к роду супругов Пехер, которые немцы, и многие из вас наверное знают их, кто увлекается историей фотографии, и современной фотографии особенно. Вот что было представлено на этой выставке. Кстати, она в самом 75-м году, в январе 75-го года прошла достаточно тихо и не имела такого большого критического резонанса, не имела какого широкого отклика публики, но потом ее долго вспоминали, и влияние ее, как я уже сказала, сегодня тоже очень большое, и она несколько раз потом была реконструирована. Вот что показали нам эти люди, ну, что они показали зрителям. Большинство пейзажей было черно-белыми, только Стивен Шор был цветной, вот остальные все представили в таком небольшом формате фотографии банальной повседневности. Вот это какие-то индустриальные парки, гаражи, обычные пригороды, обычные там, ну, то есть все, что окружает современного человека, дороги, шоссе, да, всякие какие-то автобусные остановки, бензозаправки, вот такое вот, то, что человек видит вокруг себя. Как писал куратор Дженкинс, эти изображения лишены всяких художественных ухищрений, сведены к простому топографическому утверждению, содержат много визуальной информации, но всячески избегают аспектов красоты, эмоций, мнения. Сознательно авторы выставки «Новая топография» подошли совершенно имперсонально, отстраненно и обезличенно. Это абсолютно безрациональная фотография, непонятно, как автор к этому к чему относится, абсолютно вот такие вот холодные, отстраненные констатации. Фотографами, которые участвовали в этой выставке, так же, как и куратором, вообще эту выставку организовали люди из таких университетских профессорских кругов, студенты фотографов брали интервью, посетители вообще собирали отзывы, которые были в основном негативными. фрэнк Копки, один из участников, вспоминает, что «Очень хорошо помню, это никому не нравилось, не будет преувеличением сказать, что выставка вызывала ненависть». Многие спрашивали, «Вы вообще серьезно это представляете нам все или как?» Ну, наверное, фотографы не были совсем отстраненными, они, конечно, некоторые иронии здесь прочитываются, но что они нам хотели сказать? Эта выставка носила явно такой демонстративно-полемический характер и предлагала некую дискуссию по поводу отношения к пейзажу, по поводу вообще того, что мы понимаем настоящим пейзажем и фотографическим пейзажем и вообще какой должна быть пейзажная фотография. Что хотели сказать эти авторы? Жизнь нормальная. Если сравнить Сайя с Альманусом, понравится то, что вы видите? Местами. Нет, но безэмоционально. Нет, там не машина и сам очень хорошая ситуация. Безэмоционально. Ну, с композицией вообще все хорошо, не в чему припнуть, композиция, баланс, горизонт не завален нигде ни у кого. Все выверено, простроено. Но, да, здесь нет эмоций и здесь вот эта самая банальная повседневность. Это то, что мы видим вокруг себя каждый день. Причем это что-то такое некрасивое, негероическое, не просто. Да, просто даже демонстративно часто. Обычные такие-какие-то городские многим было скучно. Один был положительный отзыв, книги отзывов, один фермер узнал место на фотографии, узнал там даже свой грузовичок нашел где-то вот и сказал, что сейчас у меня тут даже где-то была цитата из книги отзывов. На первый взгляд действительно ничего нет, но если присмотреться, понимаешь, что это то, как на самом деле все есть. Это интересно, написал этот человек. Вот. Ну да, в остальном это было очень непривычно. Ну, собственно, какой здесь главный посыл? Почему многое топография называлось выставкой? Этим названием фотографы сознательно апеллировали вот к тем фотографам 19 века, которые были тоже топографами, которые просто констатировали то, что они видят, которые показывали то, что они видят вокруг себя. Да, они видели вокруг себя дикий пейзаж, где еще не было железной дороги, где еще не было шоссе никакого, вообще не было никаких построек, но с тех пор вот, с тех пор пейзаж изменился, говорят нам новые топографы, с тех пор он стал вот таким, что как бы осталось незамеченным Анселем Атамсом и подобными ему, которые продолжают снимать так, как будто ничего не произошло, а оно произошло. Не пора ли вообще, ну, вот, да, вот пейзаж, в котором мы живем, почему мы не смотрим на него фотографически, не пора ли уже как-то повернуть свою камеру на нашу повседневность и не пора ли как-то осмыслить ее в каких-то эстетических категориях и вообще понять, возможно ли это осмысливание и почему мы, да, не можем этого сделать. Вот, вот это вот, это простая такая констатация, ну, которая еще совпала вообще с интересом, общим подъемом интереса к урбанизму, к каким-то всяким градостроительным, экологическим идеям и направлениям мысли, социологи, культурологи, архитекторы обменивались мнениями по поводу вообще простанства, в котором мы живем, по поводу наилучшей организации среды, влияния среды на человека, вот, вот это все было созвучно настроением времени, и с тех пор вот эта вот выставка действительно до сих пор как руки по воде расходится ее влияние и современный пейзаж после 75-го года перестал быть прежним и стал вот таким вот социологическим, политическим, экологическим, полемическим, то есть вот современный пейзажный автор в современном концептуальном пейзаже говорит не только о красоте природы, ну это тоже что такое красота природы, что такое вообще природа, да, кстати, вот это вот природа и культура, не только природа, но и культура, наше понимание о красоте, наше понимание о пейзаже, что формирует вообще наш взгляд, что формирует нашу эстетическую мысль, вот все вот эти предметы стали объекты размышления для современного фотографа и пейзаж и которого мы сейчас говорить это современный концептуальный пейзаж который не просто это не просто такая съемка чего-то прекрасного размышления о том что такое прекрасные наши дни что значит быть фотографом что значит быть пейзажистом но я в современном пейзаже я обычно когда читаю версию пейзаж у меня есть еще несколько авторов которые тоже так же как новые топографы снимают вид из окна на гаражи всякие какие-то совсем скучные задворки помойки и даже ладно помойки живописными но просто вот какие типовые там дома многоэтажки вот и короче такой скучно это тоже все обычно вызывает нервность у зрителя но так сегодня все-таки больше говорим об идеальном и героическом и романтическом я сделал уклон в эту сторону и начну с романтического вот английский автор джемс аутер который сегодня представлен двумя сериями двумя сериями сейчас две серии одна из них участную смотрим называется от он парень это географическое название такое небольшое место в англии вообще джемс аутом работает вот такими вот большими сериями которые он снимает на протяжении нескольких лет наблюдая как меняется местность афтон файл это такой небольшой поселок на месте шахты восемнадцатого века это шахты давно уже заброшены давно уже не используются и на ее месте образовался канал такая которая заполняется водой и который местные жители использовали как периодически только мусорную какую-то яму и замусоривали захламляли то вдруг решали это место очистить как-то облагородить и садить вокруг какой-нибудь садик вообще эту канаву почистить и вот потом опять наступало запустение в общем-то протяжении многих лет джемс аутом фиксирует изменения вокруг этой канавы и смотрят как люди следуя каким-то своим совершенно интуитивным понятиям о красоте о том каким должен быть окружающий мир и пейзаж вокруг вот что-то такое делаю вообще главная задача с аутом в его во всех его проектах это показать как наша история наша память наши системы знаний в совокупности отражаются в виде тех мест которые где мы живем которые мы посещаем которые мы сами создаем когда которых мечтаем да вот так комбинируя природные впечатления с впечатлениями из литературы истории науки вообще так а и какую роль во всем этом играет художник как наше представление о том каким должен быть пейзаж как они влияют на наше оформление пейзажа нашу жизнь и откуда вообще мы черпаем эту информацию в какой момент мы получаем на что мы смотрим мы смотрим на книги по истории искусства идем к музеи смотрим на такая финансово откуда мы вообще получаем информацию о том что такое красота что такой красивый пейзаж что такое настоящая красивая природа вот и соответствует эти наши представления на самом деле нашей жизни и действительности вот еще одна серия которая называется пейнтер спул пруд художника вот если но такой современный пейзаж требует обычной контекстуализации часто если вы просто будем смотреть на эту серию которая тоже снималась на протяжении нескольких лет одно и то же место немножко сразу сторон то обменяется на меняется времена года меняются меняется погода во всем месте это такое непонятно это просто какие-то сны и засме вот на самом деле салтом снимал здесь тоже как бы борьбу и противостояние природы и культуры искусства и взгляды художника с ну просто какой-то реальной настоящей природы это место такой лес большой лес что вроде маленького заповедника в англии столк гудс туда приходил на протяжении нескольких месяцев художник знакомый джемс аутом художник майк гартон который там выкопал специально образовалась канавка возле упавшего дерева канавка заполнился водой и художник эту канавку немножко раскопал побольше выкопал прудик специально по живописнее и сидел там и писал этот прудик в лесу то есть он организовал организовал художник организовал небольшой пейзаж что-то для себя чтобы сделать из него картину и салтом снимал сначала пейзаж вот потом художник заболел и умер и перестал ходить в это место но салтом продолжал туда ходить и снимал процесс как природа отвоевывает обратно свою территорию вот так вот немножечко измененную человеку с художественными целью то есть изначально художник воздействовал на природу с целью написать прекрасный пейзаж фотограф фиксировал этот процесс потом природа вернулась в свое правоначальное состояние все это вместе тоже было запечатано фотографом в общем ничемности этих усилий или ничемность а фотографии все равно представляет нам нечто такие какие-то зеленые заросли вот вот такой вот джемс аутон с рассуждениями романтический романтическом взгляде вместе художника системе взглядов на пейзаж мы еще вернемся к разным категориям романтического сейчас мы немножко поговорим о героическом сейчас у нас будут будет несколько тоже таких современных серийных пейзажистов которые рассуждают о больших трансформациях материи и о том как человек воздействует на пейзаж не в маленьких каких-то точечных ситуациях как у джемс аутона больших глобальных ситуациях науи хатакияма японский автор известный современный пейзажист который работает с категориями героического хатакияма снимает много в японии но не только в японии и в разных странах и европе и соединенных штатов вот но япония его первоначально интересует известняк и каменный уголь это две два природных ресурса которыми япония сама себя обеспечивает вот и в частности добыча известняка лего гуляет две две темы которые интересуют хатакияма и вот его серии начиная с 90-х годов по сей день посвящены вот этим вот большим огромным вторжением человека в природу здесь уже не так как у джемс аутона это не маленькие какие-то канавки и лесные полянки это огромные пространства которые похожи на анцеллядуса а также похожи на романтическую живопись 19 века на госпара давида фридриха на тернера но это все рукотворные пейзажи которые не созданы природой а созданы человеком это все какие-то огромные каменоломни каменогольные разработки отвалы эти выгрызания в породу и так далее то есть эта гора это такая рукотворная гора огромные эти ямы и каньоны это рукотворные каньоны это вот эти вот разработки месторождений и и собственно современный город со всеми его шоссе со всеми его коммуникациями и технологиями подземными и наземными которые являются результатом вот этого вторжения в природу вообще такие ямы исходят с идеей что визуальной идеей что вот эти вот раскопы огромные добыча месторождения полястных ископаемых и их добыча сан и внизу поверхность города или глубина земных недр соответственно с одной другом как позитив и негатив и он собственно снимает вот то что мы вгрызаемся вглубь земли мы разрабатываем породу мы добываем полезные ископаемые и благодаря этому мы строим свои города мы преобразуем земную поверхность человек изменяет природу в огромных глобальных масштабах их и таки яма фиксирует как это происходит в итоге у него получаются прекрасные величественные возвышенные пейзажи часто с цитатами из истории искусства истории фотографий плывущие по воздуху прекрасные облака это на самом деле не облака тоже какие-то заводские выхлопы ты вот сжигания и тогда это тоже все промышленно произведенный парк промышленно произведенные облака взрывы породы вот все какие-то вот эти огромные друтальные моменты жестоких трансформации природы жестокого насилия человека на природе вот такие ямы представлены в виде прекрасных таких спокойных уравновешенных медитативных изображений город в прошлом настоящем и будущем человеческая реальность урбанистической промышленно индустриальная человек в прошлом настоящем и будущем это главная тема ямы которые используют вот язык фотографии для исследования связи между человеком и средой вот этот вот пейзаж измененный человеком все время повторяющиеся в разговоре о современной современном пейзаже фразы ее можно трактовать по-разному и глобальном масштабе пейзаж измененный человеком и в локальном масштабе но все время мы говорим действительно о человеческом присутствии в среде что касается хатеки ямы то он ну можно подумать что как-то критикует это все нарушение какого-то природного баланса уничтожения планеты человеком но на самом деле нет хатеки яма просто философски констатирует человек это не не зло и недобро по отношению к природе это тоже часть природы сам часть истории и сам часть природного мира ну и вот в одиннадцатом году землетрясение цунами землетрясение наводнения в японии уничтожил родной город хатеки ямы и это была такая уличная трагедия и но тоже снимал последствия природной катастрофы и если рассматривать это все в масштабе вообще его деятельности то получается очень символичная волософская картина человек жестоко трансформирует природу природа потом обратно возвращает человеку это все разрушается что он создал тоже завождением своих брутальных энергий вот и хатеки яма и его коллеги говоря в интервью вообще о своей задачи о своем творчестве часто рассуждают вообще тоже о пейзаже современном и о том как его следует снимать как вообще следует рассуждать о пейзаже в современных реальностях вот хатеки яма говорит что серьезный современный художник который имеет дело с пейзажем не может не иметь дело с политикой социологией с какими-то такими не только изобразительными вопросами прямо или косвенно если это не так то вы занимаетесь ли вы просто не хотите снять что-то не хотите поговорить о чем-то хотите просто бездумно снимать красоту то это занимаетесь декорацией такой иллюзии фальшивого комфорта и традиционный пейзаж скорее приглашает людей перестать думать о политике экологии экономики но это в общем неправильно люди которые хотят видеть просто красивый зеленый пейзаж там какую-нибудь зеленую булужайку жертвы своего эстетизма они хотят жить традиции романтического пейзажа и это желание городского жителя превращается в нервную страсть в то время как на самом деле все это фикция реальность уходит от этого все дальше и дальше вокруг нас нет романтического пейзажа мы не живем в романтическом пейзаже даже какие-то красивые там зеленые газоны и полянки в европе которые на фотографиях часто выглядит какой-то прекрасный кусок ткани следует понимать что это тоже создание человека это тоже рукотворные какие-то вещи в дикой природе на этом месте было бы совсем другое были бы какие-либо дикие леса или что-то совсем какие-то непролазные заросы но когда мы смотрим на такие красивые фотографии мы об этом мы думаем что вот и вот эту природу мы видим природу и такой романтический взгляд взгляд в общем-то на самом деле противоречит идей настоящей настоящего сохранения дикой природы вот но люди о таких вещах не задумываются как правило глядя часто отвергая скучные промышленные пейзажи ямы или какие-нибудь аналитические странные пейзажи саутова вот еще один автор работающий с категориями возвышенного в современном понимании эдвард буртинский из канады он белорусского кстати происхождение канадец белорусского происхождения который с второй половины восьмидесятых годов еще снимает огромные серии можно сказать на сайт как буртинскому я в общем все фотографии с его сайта взяла у него там их многие десятки если не сотни снятые серии каждая серия посвящена какому-то ресурсу то есть буртинский рассматривает вот это вот взаимоотношение природы и человека природы и культуры с точки зрения потребляемых ресурсов и тоже как это кияма но еще большей степени в широком международном охвате а буртинский ездит вообще по всему миру и снимает вот это вот добычу полезных ископаемых добычу нефти никеля строительство различная вода нефть силикон уголь известняк все что угодно все ресурсы добываемые земных недр их переработка и трансформациях будет изготовление духов и покрышек вот все это интересует буртинского от начала до конца то есть вот эти вот глобальные трансформации материи его интересуют как взаимоотношения человека с природой главные темы последних лет которые интересуют буртинского это нефть и вода не в чем заинтересовался в начале 90-х годов поняв что ну именно нефть это тот ресурс который ему позволяет вообще заниматься тем что он занимается ездить на машине по всему земному шару вот летать и так далее и нефть это страны которые добывают нефть нефтеперерабатывающие производства производства всяких товаров народного потребления из нефти вот все все это буртинского интересует и он охватывает вот самые разные да азербайджана страны и второй ресурс это вода вода именно как ресурс они как стихия и как что-то такое да романтическое интересует буртинского и для того чтобы показать воду с точки зрения человеческого использования буртинский проводит большое исследование выясняет что большая часть воды используется в сельском хозяйстве это все на фоне вообще того что делает буртинский показываю прекрасные героические пейзажи которые вполне можно сравнить с амселем адамсом по степени охвата масштаба героичности и отсутствие связи с повседневным человеческим опытом но это принципиально что-то другое да вы согласны что это впечатляет что даже вот такие вот это впечатляет но это впечатляет по-другому вода это вода это 70 процентов воды используется сельском хозяйстве и буртинский думает о том как как это можно показать фотографически вот так работает современный фотограф то есть проводит масштабные исследования и потом задействуя множество ресурсов технологии энергии и людей вокруг себя вот идет к своей задаче буртинский сознательно отказал отказывается от использования зеленого и голубого цвета пейзажа хотя вообще они конечно есть у него бывают зеленые и синие фотографии но буртинский намеренно старается избегать чтобы избегать ассоции избежать ассоциации с традиционным пейзажем он говорит что когда человек видит что-то зеленое или голубое сразу у него включается это клише в голове что вот там красота природа романтика а он совсем не хочет он хочет увести мысль в другую сторону но все равно как то ни было его пейзажи безусловно красивы даже когда они представляют что-то ужасное вот это вот какие-то страшные картины глобального загрязнения окружающей среды мертвые целые территории развитие никелевых отходов вот но все это выглядит также замечательно возвышенно красиво величественно и масштабно как у ассоциации только это как-то вот с такой с другой стороны ну куртинский в отличие от фото киямы не считает неизбежным каким-то развитием человечества он как раз пытается привлечь внимание к проблемам экологии в том числе он говорит о том что вот эта красота это способ люди конечно находят не смотрят на прекрасный пейзаж на визуально привлекательное что-то и красота это способ привлечь внимание сначала ты привлек внимание потом все это уже могут подумать о потреблении о разрушении планеты человеком о том что мы понимаем что потребляя что покупая там третью машину и двадцатую пару обуви мы в общем-то не способствуем сохранению природной среды а совсем наоборот но мы в общем осознавая все это все равно продолжаем также как глядя на все эти прекрасные фотографии мы получаем удовольствие даже думая о том зле который вытворили в экологии вот как раз зеленый пейзаж один из немногих зеленых пейзажей буртинского вот то есть вот это вот-вот возвышенный сюжет нашего времени вот объекты для медитации современные достойные запечатления в веках нефть в азербайджане кстати ну и так же как у кота киямы все последствия вторжения в природные недра вот все что благодаря че все полученное благодаря вторжению в природу вот вся эта наша цивилизация развитие нефти в океане это тоже символически такие для пуртинского столкновения двух его объектов двух тем которые он разрабатывает нефть и вода вот такие природные экологические рукотворные человеческие катастрофы которые выглядят возвышенно величественно непрекрасно а вот еще один тоже такой такого же плана возвышенный фотограф больших огромных пространств и вторжение человека в природу и черта мизерок еще один американец вот его одна из масштабных серий которого снимает тоже с восьмидесятых годов песни пустыни там десятки фотографий серии они разбиты на отдельные такие сегменты посвященные разным событиям которые происходят в пустынях да это тоже такие большие американские территории пожар наводнения ядерные испытания космические испытания запуск ракет свалка ну и прочее вот такие большие большие какие-то темы большие масштабные события которые происходят в пустыне хотя вообще опять же в представлении среднего человека вот эти вот территории это пространство где вообще ничего не происходит вот какие-то запущенные запрошенные большие с низким горизонтом территории огромные поля но у мизерка там как раз много чего происходит это опять же такие красивые величественные с низким горизонтом с красивым цветом и прекрасным освещением кадры это место хотя не часто выглядит очень успокоен и так тоже отстраненно и холодно и безэмоционально это место столкновения каких-то драматических сил драматических энергий тоже культурная география мир прекрасен и ужасен символы рождаются сами собой здесь все такие вот ну опять я подчеркиваю эти три автора таки явно мизерка и пуртенский авторы которые работают на современном уровне с категории возвышенного и героического и работают с очень большими глобальными темами с огромным таким размахом из ну и буквально фотографии у них тоже большие постеры постеры детализированные цветные высококачественные снятые на средний крупный формат которые очень эффектно смотрятся на белых стенах музеев и галерей вот и сами по себе являются таким зрелищем буртенский говорит что для него работа его которую он делает это интерпретация ну вот таких тревожных истин нашего времени свидетельства или сигнал тревоги и тоже красота это одновременно красота фотографий это и утверждение некоего позитива и предупреждение призыв посмотреть и задуматься красота это мощный проводник самых разных идей вот еще одна серия сейчас еще парочку мы посмотрим серии мизерка не столь масштабных как песни пустыни но тоже отвечающих концепции вот это вот ряд таких пейзажей ну некоторые из них какие-то тоже представляют какое-то городское запустение а некоторые вполне романтичные да здесь присутствуют вот эти все клише голубое небо там прекрасная река и зеленые деревья вот это все посвящено одной большой территории 100 километров вдоль миссисипи такая местность которая называется и серия называется раковая аллея кэнсер или то есть буквально рак как заболевание там это территория где расположено множество всяких промышленных предприятий там все заражено буквально вообще там почти нет человеческого жилья там только вот всякие предприятия и токсичные отходы там заражено все небо земля вода и воздух и вот такие вот красивые успокоенные пейзажи прекрасные прекрасные не только красивые фотографии не всегда красивое место но всегда красивая фотография представляет нечто страшное вот тоже такая это начало снимается 98 а потом вернулся еще через середине двухтысячных почти через десять лет и понял что там ничего не изменилось практически и снял еще до снял эту серию то есть вот это конец 90-х середина двухтысяч и еще одна серия на пляже называется который он снял после 11 сентября после трагедии серия которая снята на гаити когда с женой поехали в отпуск серия очень спокойная и очень хорошая как ну такая пляжный отдых и в общем действительно это ассоциируется с чем-то таким с каким-то досугом вот и красивые фотографии но на самом деле отражает некую такую тревожность и рассуждение о беззащитности человека и перед самим собой и перед природными стихиями в общем вот в океане митрах сам немножко боится воды в океане с человеком может среди этой массы воды может случиться все что угодно даже там где в безопасном месте которые как будто бы ассоциируется с комфортом досугом и успокоенностью также как и внезапная страшная атака террористов может настигнуть тебя в самом сердце цивилизации там где ты никогда не ожидаешь страшной катастрофы вот этот человек посреди большого пустого пространства это отголосок еще размышлений мизраха о его впечатлениях когда он увидел своими глазами как люди прыгают из всемирного торгового центра и на фотографиях тоже это отражено вот этот такой полет в пустоте вот а снято это все из балкона отеля с одного и того же места только немножко мизрах чуть-чуть двигал камеру чуть-чуть перемещался кажется что утром где-то там завис на водой на вертолете но на самом деле с балкона снят вообще все они начинавшие восьмидесятых девяностое снимали на пленку вот но потом перешли на цифру я честно говоря не могу ну я вообще не специалист по технологиям но это в принципе информация если задаться целью доступно вообще не снимают а в основном этот формат 8 на 10 как правило технологии дающие высокое разрешение хорошее качество отпечатка дэн холст вот наш следующий автор англичанин тоже работающий с пейзажем измененным человеком с взаимодействием природы и культуры и с категориями возвышенного очень многие такие подобные авторы современные авторы вообще обращаются к теме природного природа это высотой стороны несмотря на обилие все рассуждения природе на самом деле современной культуре природа как категория как философская какая-то категория играет мало роли современный человек имеет дело на самом деле мало мало имеет дело с природой как таковой и как с объектом для осмысливания и вот это вот само по себе для многих современных фотографов и современных художников является предметом исследования вот как что такое природа сегодня для нас и часто это еще пересекается с исследованиями науки наука исследует природа художник исследует это и другое и взаимосвязь вот дэн холсворт со своими разнообразными сериями вот это например серия машин для жизни 99 года где тоже так как у новых топографов сняты какие-то но совершенно обычные там торговка супермаркет автобусная остановка шоссе вот тоже что такое банальная повседневность но холсворт снимает на очень длинные выдержки это кстати на пленку снято сначала тоже холсворт снимал на пленку это в общем такие очень как-то очень фантастично очень технологично и очень скоростные как будто фотографии на самом деле в них содержится накопленное время действительно вот такой вот длинная выдержка ночной ночной свет дает такой странный а вот ну не только какие-то обычные городские виды снимает холсворт он интересуется как раз с точки зрения исследования научной деятельности человека и пейзажа трансформируемого для научных целей холсворт часто посещает какие-то геотермальные электростанции в Исландии какие-то места астрономических исследований и вот что-то какие-то территории научного изучения всякие полярные станции обсерватории вот и так далее вот это вот тоже на длинной выдержке снято снимал в пуэрто-рико холсворт в американском национальном астрономическом центре и центре исследования ионосферы это телескоп вот эта вот странная штука которая тоже имеет такой все реальный футуристический вид вообще все фотографии такие фантастические это телескоп тоже на длинные выдержки работа на протяжении суток вот тоже всякие в Исландии электростанции телескопы обсерватории северное сияние вот все вместе у холсфорда сочетаются какие-то аномальные интересные визуально эффектные природные явления исследования территории и природы человеком и также собственно какие-то последние интересные высокотехнологичные инструменты используют холсфорд хотя часто сейчас мы посмотрим как используют эти технологии создавая какие-то совсем альтернативные уже футуристические изображения но вот такие вот эффектные кадры действительно это просто длинная выдержка вот вот эта вот серия это на самом деле негатив это серия blackout 10 года здесь как будто такие сверкающие белизной горы изображены это тоже в Исландии это вулканические образования на самом деле они черные вот это негатив ну еще не только негативно так необычные световые эффекты получаются потому что холсфорд при печати пользуется сложными техниками наложения негатива и позитива и ручной ретуши вот такие вот почти абстрактные прекрасные изображения а вот это вот серия transmission трансмиссия одиннадцатого года это вообще нечто такое не совсем фотографическое что-то такое совсем и знакомое и чужое и индустриальное и природное и в общем все вместе это тоже в общем то знакомые по фотографии мансерадоса по уже большой традиции фотографического пейзажа все те же самые американские территории в Сьерро-Невадо большой каньон и в долине Семи но это ну собственно цифровые модели это не да это не прямая фотография это не настоящий пейзаж это результаты так сейчас я с трудом тоже могу это воспроизвести уже какие-то совсем глубокие научные территории заходим это а сейчас секунду в том числе и в том числе и с В какой-то степени можно сказать, что Холлсфорд здесь реконструирует, как это на выставке выглядит. Реконструирует романтическое видение пейзажа, но уже на уровне 21 века, куда-то отправляясь на периферию времени, пространства и сознания за границей обученного восприятия, используя высокие современные цифровые технологии. Но изначально за этим всем пропущенным через лазерное сканирование, через визуализацию, через виртуальную модель, изначально за этим стоит вот этот вот привычный дикий американский пейзаж. Еще на выставке эти фотографии, которые уже не фотографии, а не фотографии, а куда-то за границей всего изображения выходят, Холлсфорд представил еще несколько высоких бумажных стопок, такие прям скульптуры из бумаги, где распечатаны данные вот этого вот бортового лазерного сканирования. Вот получился такой прям какой-то современный спиритуализм. Вот. Ну и от вот этих вот работы с категориями возвышенного мы сейчас опять перейдем к категории романтического. Опять поговорим об отношении к пейзажу, к пейзажу, о пейзаже измененном человеком и о романтической традиции. Вот типичный прекрасный голландский пейзаж, который выпадет вам в гугле, если вы наберете голландский пейзаж. Да? Вот я специально собрала такие типичные пейзажи. Это всегда мельница, тюльпаны, какая-нибудь речка, дюны, облака, памятник Рембрунту еще часто. Вот такие вот прекрасные. Голландские художники, такие как Брейгель старший или Иван Рейсдалл 16-17 века, создали популярный образ идиллического голландского пейзажа. Ну, на самом деле, не только они, но в первую очередь они, потом это романтическое клише поддерживали художники 19-го и 20-го даже века. И современные фотографы, и современная публика тоже поддерживают этот образ, где люди выживают в гармонии с природой, где сплошные вот мельницы и романтические облака, овечки, да, вот что-то такое. Вот. Вообще Голландия, Нидерланды в этом отношении, в анализе современного пейзажа и отношении к современному пейзажу, это очень хорошая территория для иллюстрации вот этого вот противоречия между инертностью обыденного сознания и попытками художников говорить о современных вопросах на современном языке. Это все еще эти стереотиклы и клишированные голландские пейзажи. Вот часто те, кто оказывается возле памятника Рембрандту, они стремятся снять его на фоне мельницы и тюльпанчиков. Вот это такая типичная туристическая фотография, но стоит посмотреть в другую сторону, там уже что-то другое. Вот. Сейчас я покажу, ну просто последовательно, несколько современных голландских фотографов, которые участвовали в выставке 2007 года «Природа как рукотворная». Это была такая, ну тоже выставка, потом была выпущена книга в 2008 году по мотивам выставки. Это была опять очередная из многих после 1975 года попытка поговорить о современных проблемах современного пейзажа, измененного человеком. Нидерланды, да, вот это я специально тут рядом, такой иронический взгляд фотографа на что-то такое, на стереотипы, сохранившиеся с 17 века. Нидерланды – это самая, наверное, искусственная страна из всех существующих, самая рукотворная, причем начиная еще с того же 17 века и дальше. Бог создал мир, а голландцы создали Нидерланды. Есть голландская пословица, дельта, созданная несколькими реками, делает территорию Нидерландов очень заволоченной. И вся история Нидерландов – это история борьбы с водой, попытки отвоевать территории. Поэтому голландцы очень быстро и очень последовательно осваивают разные сельскохозяйственные технологии и достигают больших успехов разных инженерных решений, поколение за поколением. Кроме того, Нидерланды – одна из самых густонаселенных стран мира, и урбанизация там шла быстрее, чем в других странах Европы. То есть Нидерланды действительно, я повторяю, самая искусственная, самая технологичная, самая инженерно продвинутая урбанистическая страна. В Нидерландах буквально не осталось ничего дикого и первозданного, ничего такого вот дикого, природного и нетронутого. Постоянная борьба с водой, высокие технологии введения фермерских хозяйств, выведения новых пород скота, всякие генетические манипуляции. Вот, в общем, все это на передовом крае. На Укер находятся голландцы, и, конечно, весь голландский пейзаж изменен человеком. Но, хотя эпизодически это и фотографировалось, но все это произвело малое влияние на коллективное сознание публики. Природа, измененная человеком, и изменяемая вообще тема, которая упорно игнорируется и упорно является непопулярной. Этот вопрос, да, несоответствие между образом пейзажа, который существует в общественном сознании, и образа Нидерландов, и фактической реальностью он озаботил даже Нидерландский институт пространственных исследований. Вот, существует такая организация, и вот его сотрудники и идеологи заметили, что вот это упорное культивирование традиционного пейзажа, где присутствуют мельницы и овечки, и отсутствуют современные технологии, тормозит общественную мысль. Чем раньше мы примем образ нового пейзажа, культурного, а не природного, тем будет лучше. Тогда мы сделаем грандиозный шаг вперед в общественном сознании. И вообще типичный голландец – это вовсе не фермер, который возделывает поля, уже давно это все ушло в прошлое, а какой-нибудь там айтишник, сотрудник, сервисный провайдер, который занимается компьютерами, а вовсе не овец разводит. Вот, то есть я, да, отчеркиваю, Нидерландский институт пространственных исследований занимается вопросами пейзажа, вопросами общественного сознания через пейзаж. То есть вот настолько далеко ушла мировая, нидерландская и так далее общественная мысль, художественная, социальная, экономическая, от простого фиксирования какой-то природной красоты, закатов и прочего. То есть даже на таком уровне обсуждаются проблемы пейзажа. Ну, то, на что мы смотрим, здесь мы видим тут и ирония, и юмор присутствует, и констатация, и просто, ну, какой-то такой нейтральный подход. Еще, конечно, это тоже есть такое общее слово для такого рода современной фотографии, не только пейзажа, но и в пейзаже, в том числе, «дэдпэн», «холодный», «отстраненный». Вот английское слово им часто характеризует современную концептуальную фотографию, которая представляет нам вот такую прямую констатацию, без эмоционального вовлечения, без аффектов, без драматизации, без явного какого-то отношения фотографа. Вот такие большие, холодные, интерсональные, отстраненные пространства. Но голландцев здесь интересуют, в общем, разные речи, они интересуются не только простой констатацией, но и визуальным впечатлением, которое пейзаж производит, опытом, переживанием пейзажа, отношением к пейзажу, формированием представления о прекрасном, о романтическом, о правильном, о комфортном, так же, как Джемсау там, да, все это интересует, так же, как других авторов. Вот, то есть вполне возможно и гармония, и красота в современном пейзаже, и наслаждение, и позитив. Вот, ну, вовсе не обязательно какие-то современные, там, газгольдеры, без заправки, супермаркеты и свалки должны ассоциироваться с чем-то плохим. Это, это есть, это то, в чем мы живем, мы можем относиться к этому с юмором, можем наслаждаться этим, вот, можем весь спектр эмоций и мнений испытывать по этому поводу, но следует сказать, опять, еще раз повторить, что красота больше не предмет для современных пейзажистов, больше не тема, они интересуются разными другими вопросами, в частности, изменениями, очень сильно, которые человек производит со своей средой. Банальное, искусственное, технологичное, всеобщее сменяет в качестве, да, главной темы, приходит на смену красивому, природному, уникальному в качестве предмета искусства. Ну и вообще современный пейзаж всегда стремится быть таким многозначным, многозадачным, нельзя рассматривать современный пейзаж однозначно в категориях прекрасный и безобразный, а не о признаниях изменений. Посмотрите на этот мир, мы его сотворили, мы в нем живем, надо с ним что-то делать, как-то осмысливать его в эстетических категориях. А вообще общественное сознание, вот опять я повторяю, такое обыденное массовое общественное сознание, упор на этого не хочет. Возвышенное, великое, в кавычках, да, хорошо известное и старое, обычно всегда популярнее нового, современного, технологичного. Вот, мы на самом деле все это давно утратили, никогда не вернемся назад, но большинство людей, мы тогда уже давно не живем в 17 веке и в 19 веке давно не живем, но большинство людей никак не могут с этим смириться и упорно это отрицают. И вообще удивительно, как много времени занимает борьба за признание новых элементов в пейзаже. Вот с 75-го года до сих пор эта борьба идет, ну, для кого-то она закончена, кто-то уже признал красоту, интересность, разнообразие современности, но кто-то еще не признал. Вот. Ну вот, в качестве примера, вот русский фотограф, известный, наверное, многим. Я именно его взяла, потому что он популярен. Ну, действительно, Александр Гронский популярен, его многие любят, многие интересуются его творчеством. Это, наверное, один из самых таких известных современных пейзажистов фотографических, которые занимаются вот нашим отечественным пейзажем, измененным человеком. Можно назвать и другие имена. Вообще у нас сейчас все больше становится таких авторов, которые с разных сторон подходят. Вот. Но Гронский подходит как раз со стороны романтического. Вот опять у нас тут категория романтического, но поэтому еще и Гронский у нас здесь присутствует. Мы смотрим его серию «Постаран». Начало десятых годов, да, тысячи десятых годов, которая представляет нам пейзаж, в котором мы все живем. Ну, я не знаю, как все, не все, но я вот живу в таком пейзаже. Я думаю, многие его узнают. Это причем не только Москва. На самом деле такой пейзаж характерен для любого города, для любого нового спального района, любого города России. Ну, и не только России. Хотя здесь, наверное, все-таки местная специфика наша просматривается. Вот. И такие пейзажи Гронский так Гронский трактует как романтические. Они очень живописные, они красивые. И часто Гронский, ну, намеренно это у него получается, или случайно, или бессознательно, он цитирует какие-то живописные образцы. То есть где-то его пейзаж похож на Прейгеля, где-то он похож на Барбезонскую школу, где-то он похож на Курбе, где-то на Миле, где-то на XVIII век, где-то на XIX. Вот. Где-то там Охотники, ну, не знаю, как правило у нас здесь. Вот. И все это действительно красивые, живописные, ироничные, безусловно, фотографии. Нам вот еще один застрик в драме. Да, где-то импрессионисты у нас. Ну, то есть самые разные, привычные и узнаваемые живописные источники. Вот. То есть здесь есть некая, ну, явная ирония, здесь есть некие эмоции, здесь есть, там, подмигивание, приветы истории искусства, но все равно это тоже такой современный, холодный, безэмоциональный, отстраненный пейзаж, который является собой прямую констатацию. Ну, просто Граунский выбирает точку зрения, выбирает, там, время дня, освещение. Вот. Вот такой у нас прям 19-й век. Как вам? Молодец. Вот. Ну, есть, например, я сегодня не показываю, так как там нет ничего ни романтического, ни возвышенного, но есть, например, такой замечательный современный автор Максим Шер, который, ну, его можно назвать документалистом, который снимает тоже целенаправленно вот пейзаж, в котором мы живем, типичный, одинаковый, современный пейзаж, который еще пока не снят на нашей отечественной почве, то есть еще не совсем охвачено вот это вот, нет описания, нет привычного визуального образа пейзажа, в котором мы живем. Ну, Граунский, конечно, прекрасен. Вот, даже тут очень много мусора, какой-то побоечки, вот всякого, тоже привычного нам вот этого. Сам Граунский говорит, я-то, в общем, наверное, скорее не хотел бы жить в таком пейзаже, но все равно его можно показать красиво. Хотя, главное цель Граунского не сказать, что на самом деле посмотреть, как красиво то, где мы живем, а задача Граунского показать, как фотография может, в принципе, трансформировать реальность, как фотография может говорить на разных языках, как фотография может формировать мнение. Но это для многих такая тема, для многих исследований современных. Ну и в завершении я хочу показать двух авторов, которые конструируют пейзаж, которые работают в сконструированной реальности, говоря, исследуют те же самые, в общем-то, вопросы. Вопросы взаимодействия природы и культуры, вопросы взгляда и ценностей, вопросы отношения человека, современного человека с историей искусства и историей пейзажа, вопросы взаимоотношения науки и природы, и вообще места природы в современной культуре. Вот, в общем, вот это все. И категории возвышенного и романтического. Соня Браас, немецкая художница, тоже нам представляет некие пространства, лишенные человеческого присутствия, которые сделаны как бы неизвестно кем, неизвестно когда, неизвестно откуда. Собственно, идея природы и природного берется человеком современным, ну, тоже откуда-то из каких-то визуальных впечатлений, которые на самом деле не подкреплены реальностью. Вот опять Соня Браас нас возвращает к вот этим вот стереотипно-нафишированным категориям прекрасного, возвышенного и романтического, как у Анселя Адамса. Это, как правило, территории, не связанные с человеческим опытом, тоже какие-то прекрасные там саванны, пустыни, романтические леса, горы, озера и прочее. Все эти фотографии или сконструированы в студии, то есть это все, особенно когда Соня Браас снимает какие-то катастрофы, землетрясения и наводнения, сейчас мы посмотрим на них. Вот такого рода фотографии сконструированы каким-то вот таким хитрым способом она делает декорации в студию себя и снимает как будто на натуре. Или они сняты в диорамах, в музеях естественной истории, в всехих краеведческих музеях. То есть это музейная диорама, это музейная инсталляция, это какая-то витрина, но снятая так, что, ну, может мы знаем, может мы догадаемся, конечно, что это что-то искусственное, а может мы не догадаемся, а может, ну, в общем, как-то так сразу эта мысль не приходит в голову, а сразу приходит мысль о том, что, ну, мы видим вот опять какой-то прекрасный, привычно прекрасный пейзаж, или это что-то снятое в зоопарке. Ну, это тоже диорама. Ну, бывает, это снято в зоопарке. Устраиваются какие-то природные кусочки территорий разных, там, оригинальных для того или иного вида животного. Вот, воссоздано тоже в зоопарке, там, что-нибудь тундра, тайга, пустыня. Вот, Сони Барас там снимает. Вот. А также еще некоторые фотографии среди сконструированных фотографий Сони Барас сняты на самом деле в настоящей дикой природе. С 19 лет она путешествует в Южную Америку, в Африку, в Хоста-Рику, в Адемалу, Никарагуа и Гондурас. И путешествовать она начала тоже уже с готовой картинкой в голове. С картинкой о том, как должна выглядеть дикая природа. Но в реальности, в общем, все оказалось немножко по-другому. И поймав в себе эту мысль, да, вот этого несоответствия уже готового к лише, предустановленного в мозг, и того, что на самом деле она увидела, вот Соня Барас разработала свою концепцию, своей работы. Всякие природные катастрофы тоже сняты как будто бы с места событий, как будто внутри там кто-то поставил, опять, да, крупноформатную камеру с хорошим разрешением и снял какой-то прекрасный там вид, эффектный вид землетрясения, взрыва, там, извержения наукана. Но на самом деле, да, все это сконструировано. А что касается каких-то действительно природных катастроф, экзотических каких-то видов вот этих брутальных природных сил, на самом деле, таких фотографий тоже их невозможно сделать хорошо и красиво, невозможно создать из них романтическую, как бы романтическое клише. И такие снимки, как правило, сделаны случайными жертвами, непрофессионалами. Вот. И с точки зрения профессиональной фотографии, они остаются слабо отрефлексированными. Но все равно у нас есть тоже какой-то такой образ романтический. Вот так вот это выглядит в галерее. Но обычно все, практически все фотографии, которые мы сегодня смотрим, это вот такой вот большие постеры в крупном формате, красивые, детализированные, яркие, цветные, вот, которые сами по себе эффектно смотрятся. И это тоже, ну, как бы приравнивание настоящих фотографий как сконструированного, вообще каким-то снятым в музее, вот, понимая, что оно тотально подрывает доверие к изображению вообще, понимая, что Соня Брас обманывает нас где-то в одном месте, мы уже не доверяем вообще, теряем доверие ко всему, вот, а большой формат, еще больше все это подчеркивает, в большом формате труднее скрыть подвох, но и он легче воздействует эмоционально одновременно. Вот, вот это вот еще роль фотографии в формировании восприятия реальности тоже интересует Соня Брас, ну, как и многих современных концептуальных авторов, которые вообще интересуются, как мы доверяем изображению, да, как изображение вообще на нас воздействует, чему мы верим, чему мы не верим, легко ли нас обмануть, легко ли сформировать стереотипы в нашей коллайбе. И еще одна немецкая художница, Беата Ютчофф, с двумя своими современными сериями. Одна серия называется ЛС, ландшафт. Это тоже полностью сконструированное цифровое изображение из фотографий, собственных фотографий Сони Брас. То есть за основу она берет собственные какие-то материалы, собственный, да, снятый материал. Но состав конструирует пейзаж по законам идеального пейзажа 18-го, 18-го, 19-го века. В основном 18-й век она берет за основу. То есть, да, как художник 18-го века, работающий, как правило, не с натуры, а по воображению и по вдохновению. Как, по каким законам он конструирует идеальный пейзаж. Там должны быть, да, разделенные планы. Каждый план имеет свое значение. Вот она следует этим композиционным принципам, при этом используя настоящий фотографический материал. Вот такой вот... Как современная фотография, современный природный пейзаж может работать или не работать по законам живописи. Причем по вот таким вот классическим законам живописи. Вообще, Беата Гюнчевка, опять как многие, интересуется различием между реальностью и презентацией. Между тем, что мы видим на фотографии, и тем, что есть в реальности. Обычно всегда, даже в документальных образах, есть разница между тем, что мы видим на фотографии, и тем, что в реальности. Иногда она огромна, эта разница, но мы часто не всех не замечаем этого. Вот и другая серия Беаты Гюнчев. Серия С, да, это была серия ЛС, ландшафт, и серия С, штат, город. Это черно-белые, в отличие от прошлой серии, фотографии уже таких урбанистических пейзажей, городских пейзажей, которые тоже полностью сконструированы. Но, если так сразу об этом не знать, и если тщательно и долго не глядываться, в общем, этого, может быть, не заметишь, что они сконструированы. Причем часто эти странные футуристические здания, они явно не функциональны. Там непонятно, где вход, где выход, может не быть окон, вообще непонятно значение этих зданий. Но они выглядят вполне... Да, ну, тут для маскировки иногда люди какие-то появляются, какие-то вот всякие атрибуты, машины, которые как бы намекают на какую-то функцию этих мест и этих зданий. Но на самом деле все это бессмысленно. Если в серии пейзаж Беаты Гюнчев ориентируется на живопись 18 века, то здесь она ориентируется на документальную фотографию 50-60-х годов, на архитектурную фотографию, урбанистическую фотографию. И здесь она использует не только свои фотографии, какие-то снятые на натуре, но и всякие фотографии из книг по архитектуре, архитектурную иллюстрацию. Вот, в общем, такие найденные еще изображения. И в том и в другом случае Беаты Гюнчев работает, в принципе, как классический живописец, который, особенно классический живописец 18 века, который пишет пейзажи по памяти и воображению и конструирует что-то в своей голове и на холсте, руководствуясь разными своими понятиями о прекрасном и о целеполагании. И в том и в другом случае примерно из 30 исходников составлен пейзаж у Беаты Гюнчев. То есть это такие сложные, действительно сложные, многодневные работы. На самом деле, Беаты Гюнчев говорит, меня не интересует ни пейзажная живопись 200-летней давности, ни фотография 50-летней давности. Меня интересует взять нечто обычно присущее живописи или привычные документальные фотографии и перенести это вот в фотографию в другой, сконструировать на другую почву. Пейзаж – это дверь, которую я открываю, чтобы проникнуть в идее восприятие. И в этих двух сериях нам представляются некие пейзажи, такие идеальные в своем роде, природные пейзажи утопические, какие-то прекрасные, идеальные. Городские пейзажи, скорее, может быть, антиутопические, часто рождают тревожные чувства. И вот эта пустынность, она вообще ассоциируется, ну, тоже у зрителя привычных с каким-то апокалиптическим видом, каким-то запустением, покинутостью. Возможно, здесь произошла какая-то катастрофа или вот что-то там, где заражено радиацией. Но несмотря на то, что эти пейзажи цветные, черно-белые, природные, городские, кажутся полными антагонистами, на самом деле все это, конечно, в одном и том же. О контроле, о конструированности, ненастоящести и поисках совершенства, конструировании какого-то умозрительного, прекрасного, идеального, умного пейзажа. Вот. Вопросы конструирования изображения и фотографического, и вообще культурного. Ну вот. На этом все. Я хочу подытожить. Мы сегодня говорили в основном об идеале, о возвышенном и романтическом, и о том, как с этими категориями работают современные фотографы, о том, что значит возвышенное и романтическое. Я еще раз опять хочу подчеркнуть, что современный пейзаж, как вообще современная концептуальная фотография, говорит не только о том, что перед нами, не только о том, что сфотографировано, но и о изображении как таковом, о фотографии как таковой, о роли фотографии в влиянии фотографии на общественное сознание, о социальной функции фотографии, о роли фотографа в том, как мы смотрим на реальность, в формировании нашего визуального восприятия. Вот, все это такие... Фотографии это больше сегодня, больше, чем фотографии. Фотографии это рассуждение о фотографии, об изображении, об истории искусства, об обществе, о политике, об экологии. Вот. Но о том, как сюда вписать Коупланда, опять же, мы поговорим в следующий раз. Коупланд, конечно, мало говорит о каких-то вопросах общества, хотя Коупланд как Ансель Адамс является природоохранным активистом и как современные фотографы красотой своих изображений стремится привлечь внимание к каким-то большим глобальным проблемам изменения климата, изменения природной среды, к сохранению этой природной среды. То есть через фотографию тоже надо говорить о чем-то еще. Вот. Так что, с одной стороны, Коупланд может показаться просто бездомным декоратором, а с другой стороны, это все не совсем так. Так что Коупланд работает вполне в современном ключе. Также представляя нам, как и многие сегодня, наверное, просмотренные авторы, нечто, что мы не видим в повседневной жизни. Вот так или иначе, все равно возвышенное, героическое, романтический пейзаж нам представляет что-то такое, что мы не видим из окна, но представляет это уже по-другому, нежели Анаси Адамс, нежели там живописцы предыдущих веков. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, кто-то из вас услышал что-то новое сегодня возможно, задумался о современном пейзаже. Спасибо. Вы позволите, пожалуйста, наоборот? Да, мы увидимся. Я говорю, Дмитрий, а мы могли сейчас трогать и мусульную мысль по середину 70-х вот тех ребят, которые приобретены 70-х. Вопрос, в чем заключается, что, на ваш взгляд, может и вот этот сухой, и сосправедливым монтарином этих работ, в какой-то мере, хотя бы до известной степени, являться оправданием этой безвкусицы, с которой они изображены. А почему это даже? Ну, это очевидно. Лично для меня. Это просто вопрос. Или у нас просто фотография Адамса и фотография прочих деятелей в середине 70-х это как бы аммония. То есть, это фотография с одной стороны методом изображения. Только знаете... А можно, простите, что из этого у тебя? Мне кажется, без этой степени представляет некоторую опасность для сознания человека, который с этим искусством вступает взаимодействовать. Ведь этими словами, по большому счету, оправдывается, ну, я не знаю, если позволите там, и в музыкальной сфере творчество группы Ленинграда, что это максимально активированное творчество, оно про нас всех, именно поэтому это современное, актуальное искусство. Неужели более фотографии а-ля Атмос, когда мы у вас о реальном говорили, оно неужели более неоправное? И опасно, в чем заключается? Что искусство, на мой взгляд, оно представляет некую носимую, так сказать, моральную стремление человека. И человек, который живет в этих домах, в этих лэб, в районе Митина, между прочим, он должен думать не о том же самом, приходя на выставку, он видит те же самые дома, те же самые лэб, он понимает, что он достиг уже по этой просветлении и существа, он разве должен думать о великой природе, с которой работал Атмос? Ну, смотрите, вот это вот, эта выставка, да, этих безобразных гаражей, это, собственно, вообще приглашение, они же не говорят, что это красиво там, они говорят о том, они задают вопрос, почему мы что-то считаем красивым, а что-то некрасивым, это вообще вопрос на подумать, почему, чем обусловлено наше вот это вот представление о прекрасном и безобразном, почему гора – это красиво, а гараж – это некрасиво, из чего мы исходим, когда мы так судим, на что мы ориентируемся, что формирует это наше сознание, Ансель Адамс, там Каспар Давид Фридрих, не знаю, Карл Маркс, кто сформировал, а в какой момент от нашей истории, в какой момент наших каких-то формирований, наше сознание это происходит? Вот, то, что, ну, действительно, мы же не живем сейчас, мы не думаем символами, мы решаем совсем другие проблемы, они же решали, так, да, вот не пора ли нам посмотреть на вот это все, просто обратить на этот взгляд и уже думать, прекрасно, это безобразно, зачем это нам, да, и вот, а дальше уже вот все современные авторы, они, собственно, с разных сторон и думают об этом, хорошо это, плохо, мы загрязняем окружающую среду, мы живем в безобразной среде, и мы живем в хорошей среде, это там, ну, как это для нас, да, что это? Это вот как раз не то, что прямо это хорошо, это плохо, это приглашение поразмышлять, это вообще такое, это не добро и красота, да, это не возвышенный идеал, а это мысль, да, ты должен прийти и не наслаждаться этим, а думать над этим, но, конечно, наслаждаться тоже можно, это как бы одно не исключает, а другое. С позволения, вопросы красоты, они были хорошо сформулированы тем же самым Ефремовым влезвие бритвы, что здесь красота и ситуациональность, то есть, если мы посмотрим на природу, на совершенство, и так далее, мы вступим к синхронизации, потому что в данный момент времени мы ощущаем себя элементом природы. Ну, да хрена-то уже нет, такой, как она, так была. Как я здесь митино, как я видела, я дертальцем, да нет, то есть, это искусство двигает меня в митино, оттуда, откуда я разобран. Так вы же, ну, вот, я не знаю, Коплант, вот вас двигает еще куда-то туда, где сохранилось, но оно тоже не сохранилось уже, да, мы своим вот этим вот безобразным всем, всей этой деятельностью, мы заставляем, мы лиды арктические таять, вот мы, то есть, вот это вот такой вопрос, да, художник нам, как бы, тоже призывает нас подумать, вот, если нас художник ни к чему не призывает, тоже, как говорит Хатакияма, то, ну, как-то, не знаю, зачем он это делает? Он призывает нас не деградировать, то есть, он призывает нас как раз не деградирует. в этой гернации, например, говорит, эй, парень, ты уже приехал, ты точно куда-то ехал, ты уже сражаешься, смотри, здесь похожий гараж, как и двой. Нет, это не то, что, искусстве, это не просто, смотри, о, красота, это думай, думай, на что ты смотришь, думай, где ты живешь, а то, что это красиво, там, эстетизировано, это просто, ну, способ привлечь внимание, способ дискутировать, да? Я просто, выставила, что, мне кажется, что тем, ну, самым, что люди выходили, и у них, ну, настолько такой диссонанс возник в Удри, что их иностранство, то, что они, и целька выставки, она была достигнута, то есть, не заставить человека деградировать, а как раз посмотреть на его реалии, и, ну, как бы, заставить задуматься, и, может быть, когда не было такого сильного позыва действия, да, как сейчас, может быть, еще поле соблюденных фотографий. Нет, там вообще способ посмотреть, да, мы где-то летали, думала как, думаем, что вот гора, там, упадула горе Фуджи, а звезды вот здесь. То есть, в уголе, в уголе, в уголе, в уголе, в уголе, было неприятно, в уголе, это, опять же, из-за другой логовости, условно, например, группа Ленинград собрала такие, целый с регион огромные. Биби Ким, сколько их собрала, собрала группа Ленинград, и эти ребята, считаю, те, кто пришел, в уголе, в уголе, они считают, что определенно, это актуализированная культура, это мы, это мы в настоящем моменте. Слушайте, но группа Ленинград тоже, она даже не говорит, мы герои, она не предпочитает себя, считать прекрасно. Но то же самое, те же самые все современные фотохиморожники, которые нашли дедушкин Зенит, Е, натрисовки стали, ну, концептуальны, современные авторы с фотохиморожниками, они те же самые в гараже, и те же самые, то есть, они вступают именно в сохранизацию с авторами мыслей. Если это идея, о которой вы говорите, именно дать человеку ощущение отвращения к современной реальности, и когда надо было вернуть обратно к Адамсу, то эта идея не была услышана, и всем показалось, что теперь мы на них сможем проникать. Но не обязательно выставить опрощение, а показать, даже если те реалии, они нам привычны, и кому-то они красивы, а кому-то привычны. Не обязательно опрощение, да. Просто посмотреть по-другому. Но мне кажется, что они хотели показать, что вот она новая фотография, то есть это не та уже. Да, они хотели сказать, что нельзя все время быть Адамсом, но нельзя, это нас уходит куда-то в тупик. Вот, давайте еще куда-нибудь посмотрим вообще вокруг себя и подумаем, что с этим делать. Есть разные реальности, и для кого-то это реальность, она привычная и красивая, для кого-то другая реальность, она привычная и красивая. И проблема в том, что реальность Адамса, она уже выходит. Позвольте, позвольте, будьте воспитаны на фотографиях Адамса, они до сих пор снимают, и они находят что-то новое. И они находят что-то новое даже в том, что нас окружает. То есть не обязательно смотреть на высотки Митина и видеть вот эту новую реальность. Можно к другую сторону обратить внимание, опять же... Смотря зачем, смотря с какой мыслью. Действительно, это так, да. То есть, все зависит от того, что хочет человек выразить. Потому что, знаете, сейчас очень много пейзажей, которые ни о чем. То есть они хотят быть Адамсом и тиражируют одни и те же. Вот у нас на фоне, там, в этом самом... в море стоит один риф, два рифа, там, четыре, вот, и все. И такие фотографии миллионы. Они пусты. То есть они... Эта форма не наполненная содержанием. У Адамса было содержание, Адамс соответствовал своей идее. Да, как у Платона. Прекрасно то, что соответствует своей идее. Сегодня нельзя пойти дважды в одну и ту жеребную. Нельзя быть сегодня Адамсом, сегодня надо быть кем-то еще. Потому что нельзя... Да, если мы будем просто создать... Просто, да, снимать как на Адамс, или как, не знаю, там, как кто-нибудь, как Cartier-Bresson, как еще кто-то пытаться... пытаться писать, как Рафаэль. Мы создадим китч. Потому что мы уже не живем в этой реальности, в которой жили они. Мы не решаем те же вопросы, которые решали они. Мы вообще ничего не решаем. Мы просто какую-то... Пытаемся форму воспроизвести. Вот нет. Не надо так делать. Почему мы не можем компилировать? Потому что было сделано на данный момент. Мы можем компилировать. Нет, мы можем компилировать, смотря с какой целью. Да. Но вот опять же, многие компилируют. Многие там... Цитируют. Многие там... С иронией, с почитанием, с уважением. Можем, да. Главная мысль, да. Главное в современном искусстве понимать, зачем ты что-то делаешь. Не просто, как Лизет Моделл говорила, да не пытайтесь сделать просто красивую фотографию. Пытайтесь сделать фотографию чего-то. Пытайтесь фотографировать что-то. Вот что? Вот уже, да, вопрос. Так что, вот такие вопросы у нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.